Дорогие мои украинцы, дорогой полкозлов, да завоевывайте нас до Владивостока, убивайте там, не знаю, кадыровцев, убивайте там, не знаю, еще кого-то, освобождайте, окей? Давайте снова жить в одной стране? Welcome, пожалуйста! Всех русских надо гнать из Европы в Россию, чтобы они свергали Владимира Путина. Я не хочу быть выгнан в объятия путинского ГУЛАГа, где людей насилуют швабрами. Свою миссию я бы видел в том числе, чтобы удержать в составе России как можно больше земель с русским населением, каким на самом деле относится Крым. И мы возвращаемся в студию с нашим следующим гостем, которым является Олег Кашин, российский журналист. Олег, здравствуйте! Да, добрый день, добрый день! Добрый день! Олег, вот очень мне заинтересовала вот ваши недавние беседы с коллегами-журналистами на тему пропагандистов и как у них, судя по всему, растет зарплата. Как вы вообще оцениваете эту должность, эту профессию сейчас в российских условиях? С чем вы связываете тот факт, что эти зарплаты по слухам, которые мы имеем, растут? Ну, я слушал немножко, достал Потапенко у вас, и вы правильно сказали, что с начала войны интерес публики ко всем блогерам и медийщикам вырос, поэтому здесь большой проблемы не вижу. Те люди, которых сегодня называют военкорами, в мирное время они сидели в тылу в Москве, теперь они на линии фронта, наверное, действительно стоит повышать им заработную плату, тем более, что, как мы понимаем, действительно, вот сегодня ты получаешь эти миллионы, а что будет завтра, вообще будет ли у тебя работа, зарплата, жизнь, если угодно. Поэтому здесь как раз все относительно. Понятно, можно нарисовать какие угодно нолики после единицы в зарплатной ведомости. Если человек не возвращается с фронта, то эти нолики значения не имеют. Но бог бы с ними, на самом деле, то есть вот вы говорите, пропаганда, имея в виду, очевидно, нечто а плохое, б российское. Мы понимаем, что сейчас я также беседую, наверное, с украинской военной пропагандой, и вряд ли вы себя, как бы, считаете чем-то плохим. Война нормально, война обеспечивает немножко другую медийную картину, там, дает искажения, какие-то преувеличения, может быть, замалчивания. Ну, так повелось, да, никто не придумал войну без пропаганды. Это, в общем, естественная ситуация, да. Олег, ну, у нас не государственная, во-первых, пропаганда, во-вторых, согласитесь, легче быть... Вы же не знаете, да, в России же тоже все частное, да, вот все помойки, которые, да, там, повар-пригожинами владеет, там еще кто-то, это такие формальности, да. А мы же на канале... Газпром, который владеет. Газпром, Газпром, да. Эхо Москвы. Ну, смотрите, Олег, подождите секундочку. Согласитесь, что легче быть военным пропагандистом, когда страна твоя ведет справедливую, оборонительную войну, нежели чем, когда ты пропагандируешь за войну абсолютно несправедливую, которую, собственно, правительство тебе говорит под страхом 15 лет заключения, что это вообще война, операция, а не война. Ну, вы знаете, да, я подхвачу вашу мысль. То есть, на самом деле, вот, я принадлежу к поколению, мне слегка за 40, да, которое помнит еще ту, там, позапрошлую Украину, времен Кучмы, времен, там, не знаю, раннего Ющенко, наверное, когда из Москвы валом ехали к вам на работу, там, и журналисты, и медийщики, и пиарщики на выборы ехали работать. А почему ехали? Потому что московские кадры лучше, квалифицирование, украинские слабее, естественно, конкуренция, деньги, вот там, мы едем работать на выборы, там, Марата Гельмана, я помню, да, который придумал косу Тузла в 2003 году, будучи политехнологом партии Родина, а сколько людей работали, там, не знаю, на компании Януковича в 2004 году, вот. И всегда, да, мы жили в этой парадигме, что украинская, там, вот эта гуманитарная сфера гораздо слабее московской, гораздо провинциальнее, прямо скажем, и все такое. И теперь, да, когда, и это российская сторона признает, когда вы уделываете российскую сторону по пропаганде, сейчас в Москве стало модно говорить, украинцы, да, они нас побеждают, у них Голливуд, у них все крутое. А на самом деле, да, вы правы, естественно, немножко у вас есть такая моральная фора, потому что трудно быть каким угодно гением пиара или пропаганды, если твое дело неправо. И да, конечно, дело российских военкоров, ну, чего уж там, провальное, стыдное, неправое, да. Олег, а вы, кстати, чтобы сразу понимать, надо было вообще первым вопросом поставить вам. Вы, разумеется, уже некоторое время не в России есть. Можете сказать, где вы сейчас, или это не подверждает вас? Нет, это не секрет, абсолютно, да, я же, я живу в Лондоне, это, наверное, оказывает какое-то влияние и на мою картину мира, и, там, не знаю, на все остальное. Я в России признан иностранным агентом, и понятно, что в какой-то мере такая, если заочно, если тебя это в реальность не цепляет, это награда. И такая стандартная история, не только у меня такое было, когда ты, попадая в списки иностранных агентов, тебе все пишут, ну, поздравляем, поздравляем. На самом деле, вот да, вы правильно задали вопрос, потому что буквально сегодня американские коллеги из Washington Post, поскольку резонансная публикация, сняли Paywall с интервью президента Зеленского, где он, собственно, говорит о том, что всех русских надо гнать из Европы в Россию, чтобы они свергали Владимира Путина. И, конечно, для России, да, причем именно для российской антивоенной публики эта тема остается наиболее скандальной, наиболее обсуждаемой в последние дни. Мне даже неловко, потому что вот по запросу Буча, да, Google Аналитика выдает, там, ну, какой-то набор, да, там, цифр и упоминаний о шенгенских визах, которых мы сейчас можем лишиться, да, сейчас в российских даже антивоенных соцсетях, конечно, больше, чем Буча. Вот все, что было с начала войны, там, затопление крейсера Москва, удары, там, по Виннице, по Одессе и так далее, вот это одно событие, да, а визы – это вот такое событие, и, конечно, немножко, вот, как говорят на Руси, кринж. Вот мы немножко переживаем кринж-период. Ну, немножко кринж, а в целом ваши отношения, то есть чем плоха эта инициатива? Не, ну, я примеряю на себя, естественно, я не хочу быть выгнан в объятия путинского гулага, где людей насилуют швабрами и так далее. Подожди, я не справедливости ради, об этом речи не идет, вы сидите в Лондоне, вы считаете, кстати, об этом тоже нужно отдельно поговорить, считаете себя, я так понимаю, все-таки оппонентом путинского режима. Да, конечно, конечно. Речь идет о тех россиянах, которые пользуются благами Российской Федерации сейчас, путинской экономики, сидят тихо в тряпочку, молчат, зарабатывают деньги в России, и потом хотят их потратить где-то в европейских демократиях, получив шенген. Нет, нет, это понятно, здесь как раз в нашей, на моей части, как бы, ментальной планеты, вы как бы коренной украинец, грубо говоря, вы оттуда, вы не понаехавший, вы не эмигрант, вы из Киева? Я Ukrainian American, я полжизни шил в Штатах, родился и вырос в Донецке, кстати, я вырос в Донецке. У меня бабушка и папа родом из Донецкой области, еще сталинская тогда, ну и, собственно, бабушка до революции там наделась. Так вот, вы-то ладно, вам простительно, когда дорогие россияне, который вот выбежал за пределы России, получил там украинский, допустим, паспорт, и начинают говорить, а остальных к русских нужно гнать, это, конечно, отдельный позор, я понимаю, что мы сидим на канале Ильи Пономарева, но как раз вот он для меня один из символов такой публики, я помню его депутатом Госдумы, который принимал вполне такие репрессивные законы. А вы помните его как депутатом Думы, который единственный проголосовал против аннексии Крыма? Тоже не забывайте. А Гудков разве не голосовал? Не, ну, опять-таки, в нашей системе, опять же, добра и зла, скажем так, условно говоря, закон Димы Яковлева, или запрещающий русских детей усыновлять за границу, или закон о пакете Мизулиной, который как раз Илья лоббировал, это, в общем, более болезненные, более печальные эпизоды, чем присоединение Крыма, которое, откровенно говоря, в 2014 году, ну, извините, да, давайте прямо, Крым не оказывал военного сопротивления, население Крыма, в общем, было объективно настроено пророссийски, и отдельный город Севастополь, который вообще, как бы, всегда был такой, ну, что называется, антиукраинской вандеей, городом русских моряков. И да, мы помним реакцию Запада, были санкции, там какие-то санкции, но не смертельные, не болезненные, это было можно пережить. И сейчас я размышляю о том, что вот если бы 24 февраля Владимир Путин не напал бы на вас, да, проходят годы, к власти в России приходит, допустим, Навальный, у вас Зеленский уходит на пенсию, на смену ему приходит кто-то более еще умеренный, да, если, как бы, отстраивать такую логику, вот там был Порошенко, Ястреб, потом Зеленский более, так сказать, мягкий, вот третий президент, который в этом ряду мог быть вообще, уж не знаю каким, Дмитрий Гордон, допустим. И вот, да, переговоры, все циники, все рациональные люди, ну, давайте Россию оставим Крым, а она за это, не знаю, из Сирии уйдет, Америка была бы в восторге. Поэтому как раз Путин и нашу надежду на русский Крым, в общем, похоронил. И это тоже такой, наверное, непривычный для украинского уха факт, скажем так. Ну да, конечно, удержать Крым без войны было бы проще. То есть вы считаете, похоронил? Можно подробнее чуть-чуть? Ну, я вообще, если подробнее, если широко так, я исхожу из того, 24 февраля, опять-таки, вы вот полуамериканец, полуукраинец. Я полурусский, полурусский, я 100% русский, и судьба, откровенно говоря, Украины меня никогда не волновала. Ну, разные люди живут в разных странах по-своему, по своим традициям, привычкам. Там есть Албания, есть, там, не знаю, Великобритания, та же самая, есть Германия. В каждой, так сказать, избушке своей погремушки. Владимир Путин прежде всего объявил войну самой Российской Федерации в том виде, в каком мы ее знали до войны, которая была сложная, разнообразная, в которой этот великолепный чемпионат по футболу перемежался в ряду событий с какими-то жесткими политическими репрессиями, а цензура в прессе не мешала людям наслаждаться, не знаю, прогрессивным, лучшим, наверное, в мире в десятые годы театром, да? Вот была такая эклектичная, сложнейшая, но интереснейшая держава, да? И я, не будучи политэмигрантом, да, я уехал от, как бы, угрозы буквально, да, моей жизни со стороны одного из путинских чиновников, это известная довольно история, но я не преследовался, не был в розыске, я мог приезжать в Россию. Я приезжал из Лондона в Москву, вылезанную, застроенную какими-то новыми объектами, новой станцией метро, радовался, как похорошела Москва, и Путин уничтожил это все. То есть, да, вот вечный, как бы, нарратив, где вы были 8 лет, да, или украинские нацисты сожгли Дом профсоюзов в Одессе, да, в итоге Путин решил в ответ на вот эти все печальные события превратить Дом профсоюзов вначале Украину, а потом, очевидно, и Россию. И те события там сегодня, удары по Крыму, взрывы в Крыму, подрывы, вроде бы, якобы, как говорит ФСБ, линии электропередач в Курской области и так далее, и так далее, понятно, что это предчувствие будущей трагедии России, которая уже началась. Я помню, как в 2014 году я приезжал в Петербург на кинофестивале, там как раз только что открыли обновленное здание аэропорта Пулково, да, такое красивое, большое, стеклянное, а за полгода до этого я был в аэропорту Донецка, который строили к чемпионату Европы по футболу. Такой же, в общем, аэропорт, неотличимый, да, закроешь глаза, не поймешь ты. И это была осень уже 2014 года, аэропорта Донецка уже не было, там шли бои. И вот ходил по этому сверкающему Пулково и думал, боже мой, интересно, сколько еще лет вот этот аэропорт простоит в нынешнем виде, пока он не приобретет форму Донецкого. Сейчас эта мысль опять меня посещает, и каждый раз, когда я вижу, допустим, там, не знаю, какую-то статую глина в Москве, какие-то еще новые объекты, новые символы, я думаю, боже мой, боже мой, дай бог, чтобы по итогам этого катаклизма, да, немножко, ну, что называется, там, хотя бы храм Василия Блаженного не обуглился бы, или полотна русских мастеров Третьяковки не пострадали от того, что, да. Это, мне кажется, это очень радикальный апдейт вашей, если не ошибаюсь, статьи, или Россия, апокалипсис 2050-й. Вы недавно начитывали отрывок. Да, вы правы, это статья трехлетней давности, мы писали, да, книгу, да, для немцев. Я вот хотел узнать, вот с тех пор, вот, много ли вам приходится на ходу делать корректив в этот сценарий? И вот вы сейчас говорите о том, что может быть, и дай бог бы, что-то осталось. А мне важно услышать, как вы считаете все-таки, что должно быть справедливым концом всей этой путинской аферы в Украине? Должна ли идти Украина до самого конца, до возвращения всех своих территорий и Крыма? То есть, или вы считаете, тут могут быть вполне допустимые и промежуточные варианты? Что бы вы хотели и считали бы справедливым? Ну, вы знаете, я чуть-чуть выше сказал, да, что на самом деле, как, что в душе, да, украинского народа, как устроена украинская политика, меня русского искренне не интересует. Там, в Раде борьба фракций, там, слуга народа и так далее, и так далее. Ваше дело. Вы, украинцы, себя спросите, готовы ли мы заплатить, ну, допустим, 100 тысяч жизней за украинский Крым? Готовы? У вас есть эти 100 тысяч? Welcome, пожалуйста, да, я это говорил также в 2014 году. Я, будучи все-таки, ну, окей, наверное, немножко в другом положении, поскольку мне на голову не падают бомбы, я могу быть спокойнее, да, и взвешеннее, чем средний украинец. Это я понимаю, отдаю себе в этот отчет. Я в этом отчет, я, по крайней мере, не могу представить себе, что вот я прикидываю так, вот там есть 100 солдат, давайте их убьем ради того, чтобы над какой-то Ивадзимой вился мой флаг. Нет, не готов. У нас было у России, у русских, два опыта Чеченской войны, когда ради бессмысленной, заселенной чуждым нам населением территории, опять же, Ельцин еще положил целое поколение русских солдат-призывников, вгоняя их в Кавказскую землю, уничтожая их во имя просто своего эго. Вопрос, что важнее, реально, я причем пойму любой ответ, понимаю, да, у вас уже была буча, у вас там у каждого погибли родные и близкие, может быть, жажда мщения у вас такова, что да, вы готовы класть людей. Я, у меня язык не повернется, да, говорить, а давайте погибнут еще люди, да. Смотрите, смотрите, ну давайте тогда с вашей перспективой, что вы считаете должно быть, как должен выглядеть процесс нормализации России, возвращения России, Российской Федерации в лоно нормальных цивилизованных государств? Должна ли Россия отдать Крым и все оккупированные территории? Если бы я был президентом России после Владимира Путина, на свою одну из, конечно же, на свою миссию, я бы видел в том числе, чтобы удержать в составе России как можно больше земель с русским населением, каким на самом деле относится Крым. Я также понимаю, насколько серьезно и трудно, и может быть невозможно это... Я не забываю про крымских татар, более того... Автохтонное население. Автохтонное, как бы, да, но колоссальное меньшинство. Более того, вы наблюдали, наверное, как как раз путинская уже политика в Крыму, который после аннексии, да, вполне приветствовались пророссийские, правда, немногочисленные, да, и слабые, тем не менее. Вот если ты крымский татарин за Путина, тебя будут облизывать, носить на руках. Потому что как раз российское устройство, чего вы не понимаете, да, Российская Федерация не есть государство русского народа. Российская Федерация, когда Путин там выходит и говорит, я лакец, я чеченец, я мордвин, я чуваш, они как раз делают упор на национальное меньшинство. И обратите внимание, да, дагестанцы, буряты, тувинцы, они убивают славян и чеченцы, естественно, на украинской земле. Я представляю себя на месте злобного, бессовестного, бессердечного бурята, который режет украинца и думает, сегодня я его режу, завтра я русского у себя в Бурятии зарежу. Это как бы такая наша многонациональность, которая вам, я думаю, непонятна и неподвластна. И, наверное, слава Богу. Подожди, секундочку, нет, все понятно, мы были частью одной страны, мы родились все в одной стране, поэтому все понятно. Нет, 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 я перебью, перебью. Нет, мы не были частью одной страны. Люди, которые рождались в УССР, они понимали, что они, да, в составе Большого Союза, но у них родина Украина с Тарасом Шевченко, с Лессией Украинкой там и так далее, и так далее. Люди, которые рождались в РСФСР, не понимали этого. Они думали, да, мы вот одна страна от Кушки до полуострова Рыбачий. А оказалось, нет. Более того, я хорошо помню уже сам, как современник, в России декабрь 91-го года, когда для вас начиналась независимость, и вы понимали, что да, теперь мы будем Украиной, как когда-то были в 18-м году, как когда-то были там до Богдана Хмельницкого и так далее. У нас не было этого ощущения. Мы думали, а, ничего страшного, просто переименовали Советский Союз в СНГ, а так по-прежнему будем всегда вместе жить. И именно от этого на самом деле произошла вот наша изначально исходная нелюбовь к той Украине времен Кравщука. Как это, погодите, какая незалежность, если вот там он такой же, как я, я такой же, как он, а он что же теперь, он иностранец? Да нет, нет, это бред, это невозможно. У нас была абсолютно другая картина мира тогда. Я не говорю сейчас, чья картина мира правильная, но она была реально разная, и во многом это изначально. То есть да, мы родились в разных странах, да. Возвращаясь к теме того, что все-таки нужно, вот вы сказали, в этой ситуации, если бы вы были главой российского государства против Путина, максимальное сохранение земель, где живет этническое русское население, то есть это что значит? Вы ради этого готовы были бы распрощаться с Северным Кавказом, с Бурятами, с Удмуртами и так далее? И это на самом деле не праздно, я сейчас спрашиваю. Вы знаете, недавно прошла конференция коренных народов России, которая выпустила в результате этого собрания, собственно, декларацию о деколонизации Российской Федерации. То есть в Америке устроила такой деимпериалистический проект, в результате которого Россия бы ограничивалась русским этническим населением и дала бы свободу поневоленным народам, как говорят в Украине. Я, во-первых, да, уточню, что эта конференция, конечно, она абсолютно клоунская, не заслуживающая ссылок на нее. И скажу вам прямо, что Средний Бурят или Средний Тувинец, он с гораздо большим удовольствием идет буквально резать украинцев в бучи, нежели представляет себя на такой конференции. Но этот вопрос, который вы мне задаете, для меня-то очень простой. Конечно, и Северный Кавказ, и Тува, и некоторые другие регионы, абсолютно не интегрированные в российское народное тело, они, конечно, висят обузой на российском государстве, на русском народе. И представить себе завтра независимую Туву или независимый Северный Кавказ, это моя вечная тема, которую я лет 10, по крайней мере, педалирую, пока в Российской Федерации разговоры на эту тему не запретили законом. Но я также прекрасно помню 90-й год, когда весь мир радовался тому, как федеративная... Вот это тоже пропаганда, да, и наша русская советская пропаганда называла воссоединением Германии. Нет, неправда. Это была аннексия Германской Демократической Республики, Федеративной Республикой, поглощение, причем во многом часто с поражением в правах, допустим, для человека с ГДРовским диктономом, который был врачом. То есть справедливости ради до этого это было поглощение Советским Союзом ГДР, точно так же, как и балтийских стран, которые никогда не считали... Нет, ну балтийские страны, да, балтийские страны Сталин захватил, да, Германию, мы понимаем, поделили с Западом пополам, да, по итогам Второй мировой войны. Да, ну просто я хотел сказать, ведь мы же не протестовали, когда Германия воссоединялась. Естественно, что люди в Лейпциге и люди в Мюнхене, один народ, должны были жить в одном народе. Поэтому тоже такой сложный разговор. Я живу в Великобритании, да, я недавно просто как турист был в Белфасте. Белфаст, Северная Ирландия, страна, которая на протяжении десятилетий воевала с оружием в руках, убивала английских солдат, да, регулярно события, да. В итоге переварили, в итоге ненавидят друг друга, живут вместе в одной стране. И я представил себе, вот Белфаст, разрисованный антианглийскими граффити, а если бы Львов был с нами в одной стране, а почему нет? Англичане же так сумели, что мы хуже англичан. Февраль, 24 февраля показал, к сожалению, да, мы до англичан не дотягиваем. Это наша беда, наша боль. Олег, смотрите, возвращаясь все-таки к теме Крыма, как все-таки, как вы говорите, русскоязычного, этнически русского полуострова и так далее. Но если вы радуетесь за его сохранение, то не создаете ли вы этим очень опасный именно для российской целостности, территориальной и государственности прецедент, потому что украинцы могут начать претендовать на родную вашей бабушке Ставропольщину. Вы, я знаю, недавно вспоминали о своих поездках в детстве. Кубань, что там еще, Воронеж, Белгород и так далее. То есть не попадете ли вы в ту же, собственно, ковкан, который вы пытаетесь уготовить Украине? А давайте дофантазируем, да, дорогие мои украинцы, дорогой полк Азов, да завоевывайте нас до Владивостока, убивайте там, не знаю, кадыровцев, убивайте там, не знаю, еще кого-то, освобождайте, окей, давайте снова жить в одной стране? Welcome, пожалуйста. Наверное, это совсем утопия. Но вот я вас спрошу, вот есть полуостров Крым, в котором население прожило вполне лояльно и как бы довольно радостно, ну как говорят, да, 8 лет. И, допустим, этот Крым попадает к вам. Вы там будете делать, ну не знаю, фильтрацию, какие-нибудь репрессии? Какими глазами вы будете смотреть на этих людей? Как на второсортных людей, как на людей, заслуживающих какого-то наказания, наказания, не говоря уже о Донецке? Вот сегодня, представьте, Путин там передумал, отдал вам Донецк. Как вы его перевариваете? Или вы все население Донецка, поскольку все они, конечно, коллаборационисты, да, отправляете в большой концлагерь? Это же тоже вопрос, понятно, вопрос к вам, но он висит в воздухе. Можно я отвечу, да? И ответа прямого на него нет. Да, конечно, конечно. У меня есть, смотрите, во-первых, я считаю, что большинство тех, которые знают, что они согрешили, у них есть грешки, они сбегут в Рашку, их не будет там. А что касается иллюстраций и всяких эмоциональных, несанкционированных выборков, понятно, что для воюющей стороны это во многом понятно, возможно, даже простительно, но вы забываете о той системе сдержек и противовесов, которую Украина получила в качестве аспиранта, члена Европейского Союза, понимаете? В отличие от Российской Федерации, у нас есть это понятие, и вот это очень важный и сдерживающий фактор. В то время как Российская Федерация, как она сейчас выглядит, это, собственно, вот сколько там, 40 миллионов людей, которые распрощались своим agency, есть английское слово agency, своей субъектностью и отдались полностью на милость одного единственного правительства. Но подождите, вы намекаете на то, что обязательства перед Евросоюзом не позволят вам делать этническую чистку в Крыму и в Донбассе? Конечно, нет. Конечно, нет. Да, нет, это аргумент, это аргумент, да. Украина, Олег, это европейская страна, вы понимаете? Мы не можем себе... Почему она борется за это? Это даже не территория, мы боремся за... Да, я понимаю, понимаете? Для меня-то тоже боль, да. Мы русский народ сами, европейский народ, там, белый, христианский, какой угодно. И, к сожалению, Владимир Путин втянул нас в это ордынство, которое нас, конечно, губит. Я сам думаю о том, как с этим быть. Я не знаю, как с этим быть. Естественно, там, в последнюю очередь, я думаю о том, что украинский народ может быть нам в этом союзник. Естественно, это уже на десятилетия наша вражда и нелюбовь. Ну, как говорится, будем жить с этой нелюбовью. Ну, да, вопрос перед нами такой стоит, да. Я ценю очень вашу, кстати, откровенность. Я почувствовал, что действительно, я услышал то, что у вас внутри. Я ценю то, что вы поделились с нами. Спасибо. Вы знаете, вы очень часто вступаете в конфликт в соцсетях с неким господином Волковым, вы знаете. И вот в результате вам вменяет то, что вы, собственно, чуть ли не перешли на сторону Кремля. Вас приписывают к сторонникам Кремля. Вообще о чем это, скажите? Это, может быть, имеет отношение к вашему нацбольному прошлому? Да нет, на самом деле, в какой мере я сторонник Кремля, я думаю, наш разговор вполне наглядно показывает. А что касается группы, выступающей от имени товарища Навального, включая, конечно, его самого, кстати говоря, это интересная история, потому что идет борьба, как бы, ну, не знаю, нарративов, да. А вот в чем главное Кащеева яйцо путинской системы? В том, что он хочет восстановить Советский Союз, да, или в том, что он маньяк, ему нравится убивать украинцев. И вот наряду с этими точками зрения есть точка зрения, что главное зло это коррупция. И вот представьте, собственно, то, что представляет группа Навального, да, они борются с коррупцией и считают, что она в основе всего. И вот представьте себе, что коррупции бы не было в России. То есть, те деньги, которые путинские люди воруют при распределении оборонзаказа, реально бы шли на создание новых танков, самолетов и ракет. И сейчас бы, наверное, некоррумпированная навальновская Россия дошла бы уже до Львова. Поэтому, я думаю, на месте украинского народа я бы поблагодарил Путина и его людей за то, что они воюют. Но, что касается навальнистов, людей, которые, главное, да, высказывание за 8 лет у них было, что Крым не бутерброд, я думаю, бог им судья, и я думаю, украинский народ понимает, о ком идет речь, и что это за люди. Ну, хорошо. Смотрите, я хотел зачитать еще один пост, ваш Олег, очень яркий пост, один из недавних. Российское общественное мнение переживает войну точно так, как переживало любую спорную довоенную историю. Недоверчивое спокойствие вместо гнева и боли, равнодушие к тому, что бесспорно для той стороны и к тому, что положено считать трагедией в российском официальном нарративе. Антивоенная активная часть общества маргинальна, но разве те, кто рассылают по WhatsApp истории про кастрацию военных пленных, плачут вслух о детях Донбасса, разве они мейнстрим, коллективный прилепен, маргинален, так же, как коллективный Шендерович, а если описывать общее мейнстримное настроение, то кроме мутного фона там ничего нет. То есть, собственно, это что? Это ваш диагноз к тому, что, собственно, Путин, не Путин, есть коллективный Путин и смертью Путина ничего не решится? Ну, на самом деле, да, вот чего я, откровенно говоря, боюсь, да, потому что сейчас мы действительно смотрим, понимаем, да, личное, не побоюсь этого слова, безумие Владимира Путина во многом лежит в основе этой войны, личное его представление о мире, пожилого человека с КГБшным бэкграундом, да, и понятно, вот окей, если так много всего на него замыкается, то, как говорится, вот да, он исчезнет, умрет, уйдет на пенсию, что угодно, и можно будет выдохнуть. Как, допустим, выдохнули советско-югославские отношения после смерти Сталина? То есть, там, ладно, ГУЛАГ демонтировать это процесс на годы, а с Кито личный конфликт, и вот, да, Сталин умер, и буквально через год уже Кито великий друг Советского Союза. Но чего я действительно боюсь, что в отсутствии институтов и главное, да, при нулевой терпимости, ну, украинцы еще раз скажу, ладно, вы жертвы, на вас падают бомбы, вам простительно, но, собственно, все человечество, да, западная, по крайней мере, проявляет нулевую терпимость по отношению к России как таковой, и я сам бы хотел увидеть какого-нибудь западного лидера, который скажет, русский народ, несчастный, порабощенный Владимиром Путиным, мы заинтересованы в его освобождении. Этого не скажет, не еще раз скажу, Зеленский никогда, этого не скажет Байден, этого не скажет Макрон, этого не скажут Прибалты, этого не скажет никто. Нам предлагается мириться с тем, что да, мы сочувствуем вам, многие там русские помогают украинским беженцам, некоторые даже, чего, если честно, не понимаю, сдают прямо деньги на поддержку вооруженных сил Украины, да, но несмотря на все это, несмотря там на наш и антивоенный порыв и так далее, мы обречены, и вы, как бы это декларируете, и вы, украинцы, и вы, Запад, обречены нести вечную ответственность за Владимира Путина. И да, вот он уходит, он умирает, у него вбивают осиновый кол, а мы, русские, на которых вот висит эта табличка, да, во всем виноваты, так и продолжаем влочить это существование под сенью там условного Ильи Пономарева, который говорит, будете платить и каяться, будете платить и каяться. Я думаю, для многих из тех, кто стал яслибом, допустим, наш Медведев, если знаете, да, был такой либеральный помощник Владимира Путина, некоторое время числился президентом, все, теперь он самый-самый яслиб. Который Дмитрий, который теперь чуть ли не матом допишет там и про вас, и про Запад, и так далее, и так далее. Почему? Потому что понимает, что вот для него нет гуманитарного коридора, который может ему позволить уйти от Путина и как-то выстраивать другие отношения с Западом. Вот в чем беда. Понятно, что я не имею права говорить украинцы, полюбите нас, но украинцы поймите, да, что уничтожить 150 миллионов русских, да, это утопия. И так или иначе нам как-то, ну как сербам и хорватам, как тут сиехуту когда-то, да, как арабам и евреям жить рядом все равно, понимаете, вот в чем и беда, и боль. Олег, ну смотрите, то есть как вы видите сценарий, то есть все равно должно быть какое-то коллективное покаяние все-таки, если мы говорим о коллективном Путине, если не ошибаюсь, это еще Андрей Андреевич Пенковский придумал в 14-м году или кто-то другой, ну я от него это первый слышал, то есть, и если говорить об этом, то насколько длительный этот процесс, я знаю даже в случае с Третьим Рейхом, после падения Третьего Рейха многим немцам заняло до начала 60-х годов окончательно раскаяться, да, и разочароваться в фюрере, то есть и с Россией нас ждет такой же болезненный процесс. Ну не знаю, я сейчас подумал, что да, все любят пример прозрятия Рейха, но например, грузины за Сталина и Берию перед нами не каялись, допустим, и вот я оцениваю свою, Олега, жизнь, да, в России, там, в нулевые годы, я много писал, и о том, как полицейские просто из соображений садизма убивают людей в участках, да, там случайного прохожего задерживают, там матом ругался на улице, вот реальная история, да, пристегнули к батарее, он оторвался, обварился кипятком, а они кричали, полиция там, поддай парку, ай, он тонет, как на Титанике, сварили заживо мужика, там, еле-еле, там, благодаря резонансу, из-за моей статьи, тоже осудили, хотя бы чуть-чуть, этих полицейских, мы никогда не чувствовали себя в России хозяевами России, хозяин России мент, хозяин России чеченский боевик, типа Рамзана Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, хозяин России, там, чиновник с мигалкой, какие-то тысячи людей, окей, десятки тысяч, окей, сотни тысяч, миллионы русских, такие же жертвы, Владимира Путина, и этой репрессивной системы, которую даже не он создавал, да, частично она наследует Советской, частично его создавал Ельцин, и когда сегодня говорят, что вот эти несчастные, забитые люди, которых полиция на митингах гоняет дубинками, да, которых в тюрьму сажают, и так далее, и так далее, что вот эти люди, что наш народ должен нести ответственность за Путина, простите, мы его даже не избирали, все выборы были фальсифицированы, как мы знаем, да? Хорошо, то есть вы вообще считаете, что вся любая санкционная политика контрпродуктивна, то есть санкций не должно быть ровно никаких? Не, ну как санкции не должно быть ровно никаких? Санкции должны быть умные, да, и если мы переберем санкционные списки, то мы в них найдем кучу, я как бы там, не знаю, кого назвать, кучу людей, которые, ну понятно, там клейма негде ставить, но это как бы хорошие парни, может быть, там у них какие-то договоренности, условно говоря, с Федеральным бюро расследования Соединенных Штатов, да, сейчас как раз вот те же самые навальнисты буквально продали одному из таких путинских КГБшных парней, Кабаков, его фамилия, да, который занимался созданием системы распознавания лиц для полиции, да, вот он как-то откупился от их списка, поэтому, да, говорит о том, что санкции сами по себе плохие, санкции, культура, которая на наших глазах зарождается, естественно, в основе всего живые люди, одни честные, другие не очень, но я считаю, да, что коллективная ответственность и возложение коллективной ответственности на русских людей целиком, как на народ, это, конечно, путь пустой и контрпродуктивный, безусловно, более того, да, вот мы говорим, я говорю с украинским ведущим, да, с человеком, который сидит в стране, которая горит, да, на которую падают бомбы, где гибнут люди, едут танки, все что угодно, и вот в этом аду, через ад протекает труба, да, с нефтью, и хоть бы одну дырочку в этой трубе случайная пуля пробила бы, не пробивает, почему-то волшебная труба, пули ее обходят, да, бомбы на нее не падают, загадочная история, да, и это не претензия к Западу, который покупает нефть, это вопрос к Украине, эй, Украина, подожди, а зачем ты бережешь эту трубу, ведь в этой трубе во многом Кащеева яйцо Владимира Путина. Ну, понятно, что Украина есть свои обязательства перед европейскими партнерами, и нужно... И перед Владимиром Путиным, два конца. Олег, когда вы сейчас смотрите на... И вы уже упоминали его на фигуру Захара Прилепина, который я в свое время тоже знал, и он был вроде бы таким вменяемым человеком, до... до первого, до Майдана, до Евромайдана 2014 года, вы вот, когда смотрите на него, вы раскаетесь в своих нацбольных ассоциациях, скажем так? Раскаялся в чем бы то ни было, из своего прошлого это контрпродуктивно, но и также на полях замечу, что, наверное, каждый человек может о чем-то сожалеть, наедине с собой, но когда подходит, не знаю, либо товарищ майор, либо пан, не знаю, петелки в них, и говорит, кайся, 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 естественно, естественная реакция сказать, нет, ни в чем не каюсь. Я Захара знал, не знаю, что с ним произошло в последние годы, но, видимо, этот поток слабого человека унес, коготок, так сказать, увяз, и дальше ты уже обнаруживаешь себя в компании того же Рамзана Кадырова. Но при этом, вот да, вы, не знаю, спросили или нет, я это видел в анонсе, действительно, почему-то многих привлекла эта новость совершенно пустая, что Захар объявил о выдвижении президента России. Естественно, он выдвигаться, там, даже если захочет, его не пустят, да, потому что любой список кандидатов, он утверждается в Кремле, и от твоего желания не зависит ничего. А во-вторых, вы знаете, наверное, он немножко недавно облажался, как говорится, да, немножко переусердствовал, когда стал публично составлять черные списки деятелей искусств, которые не поддержали войну, и оказалось, что список не тот, в нем есть влиятельные люди, которые могут буквально и до Путина дозвониться. В итоге ему сейчас приходится так вертеть хвостом и менять повестку. Ну, это, в общем, такая комичная история. На самом деле, вот тоже мы говорили о пропаганде, но есть пропаганда, когда там, не знаю, на плакате написано «Родина мать зовет», а есть такое, то, что мы называем инфокал, когда поток новостей, вот там, арестован Игорь Стрелков на границе или убили Пригожина. И люди, которые хотят, чтобы убили Пригожина, они, ой, как интересно, интересно, а потом Пригожин сам выходит и говорит «Вы дураки». Стрелков, вот я хотел про него сказать, что как бы вот у нас есть два героя абсолютно одинаковых по контенту и для одной и той же публики, да, Стрелков – это русский арестович, конечно же, потому что человек, который регулярно с умным лицом говорит о том, что российская армия вот-вот потерпит полное поражение и успехи украинцев удивительны в зависимости от темперамента того, кто слушает. Если тебе нравится украинский, как бы, комментатор, который радуется, да, ты включаешь арестовича. Если тебе нравится российский, который вращает глазами и говорит «Ах, все пропало», ну, это реально одно и то же, понимаете, вот я надеюсь, что когда-нибудь спадет вот это, естественно, нервное напряжение трагического военного периода, и люди оглянутся и поймут, боже мой, а как нас самих этим потоком и новостей, и слов несло, потому что я сам наблюдаю, когда слово за слово, да, в споре о войне вдруг возникает такой конфликт, который уже... Олег, вы сами лично, вы не радуетесь, когда вы слышите, будь то от Арестовича или от Гиркина, о неуспехах российской армии, то есть как вы сейчас воспринимаете сводки с полей боя, то есть российская армия, это армия вашей страны или вы... Вот за кого вы болеете в своей душе? Ой, вопрос такой, что я вздохну и скажу, во-первых, да, Российская Федерация и Россия и русский народ сущности разные, и вот та армия, в которой есть Рамзан Кадыров, в которой есть Шойгу, в которой есть бандиты из ЧВК Вагнер, там, не знаю, расчленявшие пленных в Сирии на камеру, естественно, вот называть этих людей нашими я не могу, и при этом, да, призывники русские, там, не знаю, дети моих друзей, какие-то мои знакомые, которых гонят на фронт, как гнали и в Первую, Вторую мировую войну по всей Европе, и в Америке, во Вьетнам, и у нас, в Афганистан, в Чечню. Всегда любая культурная традиция подразумевает сочувствие этим людям. Я более того, я ждал, буквально дождался, да, какой-то десантник сейчас на днях написал книгу уже о страшной правде первых дней войны, я ждал первого человека, который, вот, да, надев погоны, придя на фронт, с квадратными глазами посмотрел, ужаснулся и убежал обратно. И у меня есть такие знакомые, которые в начале войны мне говорили, Олег, ты предатель, ты, там, типа, за хохлов, а вот я сейчас пошел хохлов убивать. И мы, да, перестаем общаться, а через, там, пять месяцев он мне пишет, там, прости, старик, ты был прав, да, война, говно. Я этому радуюсь. Когда тонет крейсер Москва, я не радуюсь. У нас буквально позавчера была годовщина гибели подлодки Курск, такая знаковая история для России, для постсоветской. И, естественно, там и цифры одна и та же, там, 118 погибших, и на Москве, и так далее. Я не могу сказать этим матросам, которых, там, я вряд ли знаю лично, уже поколенческая разница, да, но мы, там, из одних подъездов, буквально, из морского города, из Калининграда, не могу сказать русский военный корабль один нахуй. Это мои братья, мои русские люди. Что мне с этим делать? Чтобы, там, не знаю, мне какой-то незнакомый украинец сказал, молодец, Олег, как ты радуешься тому, как русня гибнет. Я не радуюсь тому, что русня гибнет. Но при этом, смотрите, я недавно общался с Глебом Павловским в рамках... Одесситом, Одесситом, да. Одесситом. Вот он продолжает говорить, вот с самого начала войны одно и то же. Он говорит, что поражение российской армии в Украине невозможно. Поражение России невозможно. При этом он критикует, якобы, действия Путина, факт, что он развязал войну, вообще решение считает это ошибочным и при этом считает, что поражение невозможно. Вот как вы оцениваете и вот этот его тезис? А вот скажите мне, как украинец, вы удовлетворены тем объемом, там, не знаю, хаймарсов, которые Запад вам дает? У меня-то ощущение, да, что вы их получаете ровно столько, чтобы линия фронта не двигалась, да, и чтобы никакого перелома в войне не было. И нет ли такого ощущения, что какие-то, опять же, там, не знаю, друзья, в кавычках, заинтересованы в том, чтобы война шла как можно дольше, но ничего бы не происходило, ни Путин бы не пал, да, и ни Киев бы не пал. И вот как бы это варево, да, в котором пропадают жизни молодых русских украинских людей, соответственно, оно бы варилось как можно дольше. Нет такого ощущения? Я очень осторожно спрашиваю, потому что сам в это не готов верить, но кажется, что нет. Мы помним, да, как тот же был Ленд-Лиз во Вторую мировую войну, и Соединенные Штаты буквально обеспечили Красной Армии победу над нацизмом. Сейчас Соединенные Штаты обеспечивают вам только выживание, и не более того. Ну, с вами действительно согласятся многие украинцы, но здесь много факторов, на которые обращает внимание западная пресса. Во-первых, это absorption capacity, ну, и вы как англоязычный поймете, это вот способность абзорбировать количество поступаемой техники. Мы имеем здесь, конечно же, дело с количеством обученных военных, то есть, это не так легко пользоваться некоторыми из этих установок, они просто очень сложные, действительно. Те же там гаубицы, французские церкви. Слушайте, я простой, трудящийся, да, в гаражном кооперативе, я говорю, простите, так вы наденьте украинскую форму на американского офицера, назовите его Мекола, да, пускай стреляет, нет же этого, да, а Россия так воевала довольно долго. Да, ну, еще по живому видим, на самом-то деле, процесс только начался, и ленд-лис, в принципе, идет, но, в принципе, да, здесь тоже, вы знаете, с украинской стороны есть целый ряд вопросов, почему так медленно, ну, это, наверное, понятно, учитывая, что здесь сложился консенсус, и вот в завершение я хотел бы у вас услышать, что является для вас консенсусом, собственно, какую окончательную цель преследует Владимир Путин, и есть ли вообще смысл о чем-то с ним договориться, и если да, то когда, потому что сейчас здесь аксиомой стало то, что все решится на поле боя. Ну, на самом деле, я осторожно тоже скажу, что я не верю ни в какие переговоры, либо в переговоры с тем, кто придет после Владимира Путина, по российским законам, это Михаил Мишустин, премьер-министр, да, который, если вы заметили, за все эти полгода ни слова об Украине не сказал, даже когда это напрашивается, вот у него там только экономика. Я думаю, если вы продержитесь там еще сколько-то лет, лет двадцать, да, пошучу я мрачно, тогда вам вести переговоры с Мишустиным, может быть, они будут проще, может быть, они будут мягче. Ну, а что касается консенсуса, вы цитировали мою статью, я действительно считаю, что большинство россиян не поддерживают войну, большинство россиян хотят и правильно делают, да, пережить этот страшный период с минимальными потерями, то есть, чтобы, грубо говоря, и близкие не гибли на фронте, да, и бомбы не падали на дома, как они падают на украинскую территорию, там, не знаю, работы не лишиться, с голода не умереть, и считаю, да, что любые лозунги, любые знамена гораздо менее, как бы, важный аргумент, чем спасение каждого конкретного человека, а в конечном итоге нации, я еще раз подчеркну, да, что я понимаю, я как русский, отдаю себе отчет, что нам с украинцами в мире, вот в такой, в любви, да, не жить никогда, да ведь и не жили, на самом деле, и всегда было это взаимное ворчание, как в стихах Иосифа Вородского, великого нашего поэта, да, на независимость Украины, главное, да, главное, чтобы люди перестали гибнуть, ну, а территории, если действительно для вас так священны границы по Беловежскому соглашению, внутри советские границы, о территориях можно вести переговоры, опять-таки, и при участии Запада, и под давлением Запада, и тоже санкционное давление можно вполне использовать без того, чтобы на фронте люди гибли, давите, ради бога, вы торговываете Крым, зачем погибать, опять-таки, не стоит ни одно, как бы там, не знаю, ни одна пять земли, как учил нас, опять же, сталинизм, что пять земли мы не отдадим, да, жизнь человеческая дороже всего, Горбачев, да, полурусский, полуукраинец, первая его речь на похоронах Черненко, что жизнь человеческая должна быть высшей ценностью, я предлагаю следовать этому, а какие из этого практические выводы, это, как говорится, ну, вас понимаете, как говорят, вот в родном городе Глеба Половского, вы сказали, в Одессе, две большие разницы между жизнью как таковой, то есть, да, и жизнью там, где и как, и в каком качестве, то есть жизнь в гослагере, да, там, под названием Путинская Россия, или жизнь воюющей, жертвой, жертве Украины, тем не менее, Украине свободной, вольнодышащей, и не знающей, что она ведет в праведую войну. давайте скажем прямо, да, я скажу вам комплимент, насколько я, как старый русский матрос, способен на слова любви, да, понимаете, есть там нации, старые, европейские, всегда жившие в своих границах, как Португалия, допустим, да, там, Франция, Испания, и так далее, и так далее, есть молодые, как обломки Австро-Венгрии, там, та же Чехословакия бывшая, да, там, Хорватия, еще что-то, и вот есть Украина, некоторые другие страны, у которых была в 20 веке маленькая государственность в 18 году, потом много лет в Советском Союзе, и не было очевидно, насколько успешен ваш нацбилдинг, и на самом деле, до 24 февраля можно было подумать, и я грешным делом думал, но, наверное, да, наверное, слишком разная вы страна, там, есть Львов, есть Одесса, есть Харьков, да, действительно разные планеты, я был и там, и там, и там, понятно, что ощущения одной страны нету, да, вот, ну не успели, да, и сейчас вот дадунет ветер истории, и вы развалитесь, разбежитесь, для меня, да, было открытием ваш, как бы, общенациональный подъем, ваша сплоченность, ваш героизм, естественно, вопросов по поводу украинского нацбилдинга нет, вы состоялись, это правда, во многом с завистью, мы русские, я русский, смотрю на вас, потому что нам это, я думаю, еще предстоит, вот, в той ситуации, когда вы говорили, да, ехидно, а что же с Бурятией, а что же с Кавказом, у нас пока нет ответа на этот вопрос, поэтому, да, вот на глазах пишется учебник истории, и если опять-таки говорить о том, каким должно быть желательное будущее, пункт первый мирным, пункт второй свободным, пункт третий, знаете, чтобы, грубо говоря, не было такого, вот там в России людей давит ФСБ, там, сажает, кого-то убивает, так далее, и так далее, я не думаю, что правильно мечтать о том, чтобы, а здорово, если бы вместо ФСБ было бы СБУ, из одного корня растут, я бы хотел вообще жизнь такую, чтобы ты не думаешь о том, что к тебе придет какой-нибудь, либо товарищ майор, либо пан предполкивник, да, вот что я хочу, понятно, может быть, это утопия, тем не менее, такие дела. Олег, я вас благодарю за откровенный разговор, друзья. Спасибо вам. Олег Кашин. Спасибо, Олег. Субтитры создавал DimaTorzok